Здравствуйте, друзья! Я Зайцев Сергей. По базовому образованию я врач, психиатр-нарколог, психотерапевт. По дополнительному образованию психолог. Хочу рассказать о том, как мотивировать человека на трезвую жизнь. Без его на это начального желания. Есть два основных механизма алкогольной проблемы. Один на личностном уровне, другой на семейном уровне. На личностном уровне основной механизм на профессиональном языке алкогольная апсихогнозия. Если говорить об алкогольной проблеме. Или алкогольная анозогнозия. А на микросоциальном семейном уровне основной механизм ошибочной реакции родных и близких, которые не дают алкогольной проблеме угаснуть. И вот для того, чтобы мотивировать человека на трезвую жизнь, чтобы привести его в трезвую жизнь, вот для этого нужно устранить два этих основных механизма. Это знаете, как гайку, чтобы вывернуть, ее нужно ключом захватить с двух сторон. Захват с одной стороны результата не даст. Но так же и здесь, со стороны личности и со стороны семьи. Со стороны личности его личность раздвоена. В нем два разных человека пьющим. С одной стороны нормативная, здоровая часть личности. Добрый, хороший, взрослый, ответственный, любящий, любимый, способный, талантливый. Божья искра. Вот какой он есть на самом деле. Это то лучшее, что родители своей любовью, воспитанием в него вложили. И в нем это осталось, это никуда не делось. Это тот, за которого выходила замуж жена. Это такой, как он проявит себя, когда будет жить трезво, откажется от алкоголя. Вот он проявит себя с этой стороны. Но появилась алкогольная субличность. Такая виртуальная опухоль в душе. Сам дьявол в человеке. Это ложная система ценностей, где на первой ступеньке бутылка, стакан алкоголь и многоуровневые защиты. Все способы психологической защиты он использует, чтобы отстоять свое право на пьянство. Попытки родственников преодолеть эти многоуровневые защиты заведомо неуспешны. То есть, когда они на кухне пытаются ему объяснить, что пить вредно, а жить трезво хорошо, они все правильно объясняют, но не профессионально. Но такие объяснения заведомо неэффективны. Как устранить вот этот основной механизм алкогольной проблемы на личностном уровне? Нужно преодолеть алкогольную анозагнозию. Делается это информационно. Огромный объем информации, несовместимой с алкоголем в системе ценностей человека. По времени это занимает 3-4 часа. Выполняется в присутствии родных и близких. Для него это выглядит как лекция, как консультация, как информирование об отношениях с алкоголем. Как получить его согласие на эту консультацию, самая простая задача. Простые приемы, один из них используем, и он согласится прийти в кабинет на лекцию. Способ первый. То есть ошибка родственников в ловчу, что они призывали его к трезвости, к отказу от алкоголя, а это вызовет протестную реакцию, он психологически к этому не готов. А здесь другой подход. Тебе не надо жить трезво, тебе не надо отказываться от алкоголя. Тебе нужно получить информацию. И как ты эту информацию распорядишься, ну себе во благо, ты себе плохо сделать не захочешь. Нет, ты, пожалуйста, критически, скептически, с недоверием отнесись к этой информации. И вот здесь он не чувствует угрозы своему поведению. Ну пусть мне специалист расскажет, как там космические корабли бороздят просторы мирового океана. Ну я послушаю, выйду за дверь, куплю себе водки, пиво и пойду дальше пьянствовать. Он недооценивает возможности профессионального общения. Что происходит в кабинете? В течение трех-четырех часов я даю ему информацию об отношениях с алкоголем. Вначале я говорю о тех признаках, о тех явлениях, с наличием которых он согласен. Ну да, есть такой признак, да, есть. Да, вот есть такое явление, да, есть. Есть это в вашей жизни, да, присутствует. И постепенно, все больше, больше постепенно повышается уровень осознания проблемы. Вот для того, чтобы выйти из системы, нужно ее увидеть. Его знания об отношениях с алкоголем не системные, фрагментарные. Вот тут что-то услышал, тут кому-то поверил, вот тут из интернета прочитал что-то. Тут кусочек, в его знаниях нет системности. Моя задача привести его знания в систему. Когда он эту систему увидит, он не захочет в ней быть. По времени 3-4 часа. Если времени меньше двух часов, я вообще не берусь за работу. Нет смысла начинать даже. А вот 3 часа, да, уже нормально. Меньше 3-х часов не бывает, больше 4-х часов редко бывает. Постепенно повышаем уровень осознания алкогольной проблемы. Я даю ему научную информацию, несовместимую с алкоголем в системе ценностей человека. Я даю эту информацию безоценочно. Научный факт, источник. Научный факт, источник. Хочешь, проверь, хочешь, поверь. Хочешь, просто скажи, что это все ерунда и ко мне отношения не имеет. Но прежде чем это сказать, ты вначале послушай 3-4 часа. А потом, выйди за дверь и скажи, что это все ерунда, если сможешь. Если захочешь сказать такие слова. Так вот, что происходит. Информация правдивая, достоверная. Информация, с которой не поспоришь. Информация очевидная. Информация, которая дается не только ему, но и присутствующим здесь же членам его семьи. Которая не хочет действовать эффективно из-за недооценки вида степени и масштабов опасности. И вот после этого занятия он меняется. Он не может выкинуть эту информацию, несовместимую с алкоголем, из своей головы. Она начинает оказывать влияние на его самочувствие. Опьянение теперь окрашено негативными эмоциями. Он не может получить удовольствие от алкоголя. Он пьет и страдает. Он пьет и мучается. Пьет, а ему все хуже становится. Он пьет, а алкоголь не расслабляет, не радует, не успокаивает. Оказывает обратное действие. Он пьет, напрягает, доставляет эмоциональную боль. Ему плохо становится. Алкогольное поведение теряет смысл. Если алкоголь не расслабляет, не радует, то зачем он нужен-то тогда? У него появляется желание отказаться от алкоголя полностью. В большинстве случаев сразу немедленно, в части случаев отсрочно по времени. По инерции пытается выпивать, радости, удовольствия нет. Приходит, говорит, все что угодно, лишь бы жить трезво. Я не могу получить удовольствие от алкоголя. Своими лекциями весь кайф не обломали. Давайте обучим трезвости. Обучу приемам саморегуляции, чтобы вернуть поведение под свой контроль. Это один механизм. Да, а как получить его согласие на информирование, на консультацию, если он ничего не хочет слышать даже об этом? Да просто. Простые приемы семейной психотерапии. Способ первый. Ты мне, я тебе. Ты мне сходишь на консультацию психолога, а я тебе за это литр водки, ящик пива. Тысячу рублей, тысячу долларов. Вопрос в цене. Как заинтересовать его? Испеку любимый пирог, прощу единоство и долгов. То есть не обязательно рублем или бутылкой его заинтересовать. Но вы-то знаете слабые стороны близкого человека. Вы знаете, чем его мотивировать можно. Следующий способ называется на спор. Если он человек азартный, самоуверенный, высокого о себе мнения, а ему прямо в лоб можно сказать, что есть психолог, который берется переубедить тебя в том, что жить трезво лучше. А вот слабо тебе доказать обратное. А слабо тебе выйти из кабинета после четырехчасовой лекции и выпить рюмку водки. Спорим на какой-то интерес, что после трехчасовой лекции ты всех вокруг будешь агитировать за трезвость. Только намного не спорьте, может он выйдет выпьет, это может быть, но мы выигрываем это в любом случае. Выпить может, он не может получить удовольствие от алкоголя. Следующий способ, как получить его согласие, улучшить момент. На выходе из алкогольного эксцесса запоя просыпается здоровая часть личности. И вот в этот момент он легко готов согласиться на консультацию. Но только длится это недолго, ну два-три дня. Поэтому важно не упустить момент. Только согласился, тут же набрали номер телефона, согласовали время встречи, подошли, занимаемся. Вечером позвонили, утро встретился. Следующий способ называется обучение умеренному употреблению спиртного на дозу. То есть ты говоришь, что у тебя нет проблем с алкоголем. Психолог утверждает, что в этом случае сможет обучить тебя умеренному употреблению на дозу. Чтобы не больше, статьи-то грамм не чаще, чем столько-то раз в месяц. Рамки границы ты себе определишь. Психолог сделает так, что ты их не переступишь. Ну давай сходим, узнаем все поподробнее. В кабинете он увидит алкогольную проблему в целом. И она окажет на него устрашающие действия. После этого занятия, говорит кандидат наук, по просьбе жены, согласился прослушать эту лекцию. Прослушал минуту молчания. Говорит, я не знал, что это так страшно. Но он был убежден, что он все знает об отношении с алкоголем. Профессия его этому обязывала. Но оказалось, что он не все знает. Оказалось, что он многого не знает. Ключ подобрать можно к любому. То есть любого человека можно заинтересовать на получении информации. А получив информацию, он не может употреблять алкоголь, как раньше. С кайфом, с радостью. Опьянение окрашено негативными эмоциями. Алкогольное поведение теряет смысл. Он соглашается на полный отказ от алкоголя. Это работать на личностном уровне. Теперь семейный уровень проблемы. Я говорил два механизма. На личностном, на семейном уровне. Вот на личностном устранили. Или еще на личностном, на семейном нужно устранить. Итак, на семейном уровне. Алкогольная проблема – это ошибочные реакции родных и близких семьи, которые не дают алкогольной проблеме угаснуть. Семья – это первая степень родства. Даже если живут в других странах, областях, городах, не имеют значения. Влияние сестры из Испании на брата в Москве достаточно, чтобы привести его в трезвость. Влияние мамы из деревни Кукуева на сына, живущего в Казани, достаточно, чтобы привести его в трезвость. Вот это социотерапия, лечение средой, лечение собой. Меняя себя, мы можем изменить поведение близкого человека. Как это делается? Семья – первая степень родства. Все, кому не безразлична его судьба, то есть жена, родители, братья, сестры, взрослые, дети. Все, кому не безразлична его судьба, кто бы хотел протянуть ему руку помощи. Вот они сами приходят в кабинет. А если кто-то далеко живет, скайп-конференция. Вот здесь экран, монитор компьютера. Включаем скайп-видеоконференцию. И если родственники живут, один в Питере, другой там, допустим, в Южно-Сахалинске. А двоек сюда пришли. Ну вот двое там, двое здесь. Мы друг друга видим и вместе общаемся. Я расскажу семье, как формируется алкогольное поведение в семье. Как оно в семье угасает. Каков основной механизм алкогольной проблемы на семейном уровне. Какие рычаги влияния на мужа, на сына в руках близких, брата, сестры, мамы, жены. После этого занятия родные и близкие исправят свои ошибки. Так что это подействует на близкого человека отрезляющее. У него появится стремление к трезвости на уровне поступков. Вот тогда не надо его упрашивать, уговаривать, убеждать. Без уговоров. Он сам выяснит, какие специалисты, какие методы, какие гарантии. Он в припрыжку побежит к специалисту, он примет помощь и будет жить трезво. Так вот, чтобы это произошло, нужно, чтобы семья исправила свои ошибки. Причем это эффективно и при алкогольной проблеме. И при отношениях, на проблемах отношений с наркотиками. И при других вариантах порочной зависимости. Главное устранить вот эти два основных механизма алкогольной проблемы. Причем без его на это начального желания. Вот эту технологию я применяю с 1990 года. Очень успешно. На этом я закончу. Всего доброго. Всем хорошего дня.